Друзья, приветствую вас! И наше видео сегодня информационное и предостерегающее. Итак, друзья, почему я сказала, что это видео предостерегающее? Да, друзья, будьте предельно внимательны и осторожны. В сети интернет появились непонятные ресурсы, на которых предлагают якобы наши продукты. Название «Наши» и даже автором указана я, Марина Уланова. Но, по сути, после оплаты вам придет совсем не тот продукт, если он вообще, конечно, придет. Какие же продукты я имею в виду? А имею я в виду, друзья, наши панели автоматических действий для ускорения, для облегчения пост-обработки фотоизображений в Adobe Photoshop. На этих интернет-ресурсах выложено, как я уже сказала, полностью скопированное наше название. Также идет полностью скопированное наше описание один в один, как на нашем сайте. И никто не описывает, никто не говорит, дополнительно нет никаких примечаний, что панель вы не получите после оплаты. А получите вы, друзья, оговорюсь, опять же таки, если еще и получите набор непонятных, совершенно коряво и некорректно работающих экшенов. Ну и чтобы не быть голословной, друзья, мы приобрели предлагаемые якобы панели на этих ресурсах. И давайте я вам продемонстрирую сравнение, как работают наши панели и как работает нечто, предлагаемое вам за ваши же деньги. На данный момент предлагаются покупки якобы панели артилизация и осенняя. И, судя по всему, возможно, где-то есть еще старая версия весенней. Мы не стали более экспериментировать с этими левыми покупками, так как два раза мы оплатили деньги впустую, в итоге нам так ничего и не пришло. Рассмотрим предложение от мошенников на примере этих двух продуктов. Вот эти две папки у нас получились после распаковки архивов с панелью по артилизации и осеннего набора. Что же находится в папке якобы с панелью по артилизации? Когда вы получаете архив с данной панелью от нас, после разархивации, кроме установочного файла для самой панели и инструкции, более в нем ничего нет. Здесь же, скорее всего, для весу понапихали наши бесплатные уроки, которые находятся в свободном доступе на нашем сайте, на ютубе и в нашей группе ВКонтакте. Изображения, которые представляют эти же уроки. Ну а где же, собственно, сама панель, да, друзья? А находится она вот в этой папке и уже даже на папке у них написано «Арт стилизация экшены». И тадам! Открываем эту папку и действительно в этой папке находятся только лишь экшены. Вы видите расширение, которое и присуще экшенам Photoshop. Я открываю этот файл в Photoshop и да, он встает в окне операции. И да, друзья, как мы видим, это обычные экшены, которые при продаже позиционируют как удобную современную панель автоматических действий. Переходим к осенней панели. Открываем папку, которая пришла от мошенников. Ну и да, конечно, в осеннем наборе, помимо панели, поэтому он и называется набор, есть еще пресеты и разный материал, который украсть намного проще, конечно, чем непосредственно саму панель. Что, в общем-то, и было полностью украдено. Ну а вместо панели, опять же таки, друзья, за ваши деньги предлагается также обычная панель с экшенами. И забегая вперед, а это я сейчас вам все продемонстрирую. Мало того, что сворованные экшены расположены довольно сумбурно, не в хронологическом порядке, как я их располагала в своих панелях, да. Но еще и данные экшены работают некорректно с ошибками, и зачастую эффекты от них разительно отличаются от моих оригинальных действий из панелей. И первым сравнительный анализ сделаем для панели арт-стилизация. Слева вы наблюдаете нашу панель, и справа нечто, которое собрали мошенники в окно экшенов. И да, невооруженным глазом сразу же видно, что название хоть и похоже, но все равно в экшены намешано что-то дополнительное, что-то непонятное. И как ни странно, этому у них есть объяснение. Вот этот файл прилагается в архиве, где оно поясняет, что добавило экшены из весенне-летнего набора. Это же надо, все просто делается для людей. Украсть и перепродавать непонятно что. Все для людей. Прошу вас обратить на скриншот панели арт-стилизация. Здесь представлен старый вариант нашей панели, соответственно, и экшены переделывались из него. Ну а теперь сравните наш новый вариант панели. Даже визуально он разительно отличается. И помимо этого многие экшены были доработаны, а также каждому, каждому, друзья, действию. Есть справочная информация, как работать с этой операцией, как ее дорабатывать после применения. И как можно максимально улучшить фотоизображение с применением каждого экшена. Еще раз хочу обратить ваше внимание, друзья, все операции. В данной панели арт-стилизация расположены строго в хронологическом порядке, который следует определенному алгоритму, который я не единожды показывала в своих видеоуроках, и который записан в текстовой статье, которая находится в разделе «Блог» на нашем сайте. Данную панель я считаю одной из лучших моих панелей, так как она емкая и очень практичная. И разбавлять ее какими-то сторонними непонятными действиями я считаю полнейшим идиотизмом. Так как вы могли обратить внимание, друзья, панели все мои в основном тематические, в которых все операции идут в строго хронологическом творческом порядке. Итак, переходим к сравнению действий и начнем прям с первого под названием «Арт-эффект». В данный момент я применяю действия из своей панели и, рисуя кисточкой по маске, проявляю эффект от этого действия. И также применяю экшен под аналогичным названием. Ну и сразу же первое несоответствие. Во всех действиях в нашей панели, где эффекты закрыты черной маской, автоматически включается инструмент «Кисть» и цвет переднего плана «Белый», чтобы быстро нам проявить эффект. Здесь приходится идти в панель, выбирать кисть и включать для нее нужный цвет. А теперь, чтобы более явно был виден эффект от переделанного экшена и от действия из нашей панели, я сделаю композитные слои и сравним, друзья. Самый верхний слой номер 2 – это эффект от действия из панели и слой номер 1 – это эффект от экшена. Сами видите, друзья, эффекты отличаются. Давайте попробуем следующую операцию под названием «Кожа сгладить». Как вы видите, в панели вновь есть информационное сообщение, как работать с этим действием для лучшего эффекта. Я его запускаю. Рисую по маске, проявляю белой кисточкой на максимальной непрозрачности эффект от этого действия. То же самое делаю с экшеном. Также запускаю его и кисточкой проявляю на максимальной непрозрачности эффект. Вновь делаю композитные слои. И давайте сравнивать. Вновь самый верхний слой под номером 2 – это действия из панели, и слой 1 – это экшен. И, конечно же, вы видите, что они опять отличаются. К сожалению, самые простые действия, которые состоят из одного слоя, к примеру, как красный удалить или создать серый слой, мошенникам удалось воспроизвести, но, к счастью, таких простых действий в моих панелях немного. А вот с более сложными действиями, где много корректирующих слоев, где используется много функций и эффектов, в экшенах, ну, просто косяк за косяком. И давайте в этом убедимся на примере операции кожа свечения. Первым я применяю действия из панели, проявляю по маске эффект. Вторым включаю экшен с одноименным названием. Также проявляю по маске эффект, создаю композитные слои. Давайте вновь сравним, друзья. И вновь, как вы можете видеть, эффекты от данных действий просто разительно отличаются. Слой под номером 3 – это эффект от панели, слой под номером 2 – это ворованные экшены. И от ворованных экшенов, вы видите, на изображении некоторые участки уже практически граничат с пересветами. Демонстрировать косяки этих ворованных экшенов можно до бесконечности. Также я вам продолжаю демонстрировать еще парочку действий. Ну, в общем, могу сказать одно, что по всем экшенам косяк за косяком и несоответствие итогового результата именно в сравнении с нашей панелью по арт-стилизации. И недалеко ушла по неточности, по косячности, по несовпадениям также сворованная осенняя панель, которую также продают экшенами. Ну и слева, конечно, как вы понимаете, наша панель, справа – продаваемые экшены под видом нашей панели. И сразу же, друзья, обратите внимание, только в одном разделе коррекции в нашей осенней панели какое огромное количество операций. Ну а экшенов, как вы сами видите, в разы меньше. Ну и это первое. Второе, конечно, как вы видите, наша осенняя панель вновь разбита на логические разделы. Это коррекция осенней тона, ретушь и так далее. Ну и сразу же, конечно, логически становится понятно, в каком разделе нужные операции для нужных же нам эффектов. Ну и третье, также эти экшены отличаются огромным количеством несоответствий и косяков. Ну и сразу же, в первом действии, базовая коррекция номер один, ворованные экшены выдали ошибку. Чтобы вам было более наглядно видно различие, я вынесла результаты от действий из панелей и экшенов в отдельные изображения. И посмотрите, пожалуйста, насколько отличаются эффекты от действий из панелей и от ворованных экшенов. В чем же еще большая ошибка ворованных экшенов не только в несоответствии эффектов, но и в их некорректной работе? Например, в нашей панели в базовой коррекции находятся четыре действия. Мы можем их применить все по очереди, а затем уже выбрать более лучший вариант для нашего фотоизображения. И ни одно действие не выдаст ошибки, все сработают точно, четко и корректно. Таким же способом можно работать с действиями во всех наших панелях, применять сразу несколько нужных действий, а затем уже выбирать то, которое конкретно подходит именно под ваше фото. И вот, посмотрите, я начинаю запускать экшены, базовая коррекция, следующая базовая коррекция, сразу же выходит ошибка и экшен останавливается. То же самое выдает экшен и ошибку и в тонировках. Это довольно сложные действия, к примеру, из раздела осенние тона, осенние тона под номером 1, это эффект от действия из панели. Запускаю, запускаю украденный экшен с тем же названием. Во-первых, идет сплошная ошибка, а во-вторых, посмотрите, ну результат можно сказать никакой. Ну а с экшенами по ретуши вообще какая-то ерунда. Экшен, который я запускаю сейчас, соответствует операции из панели под названием «Ретуша 1». Особое внимание, друзья, обратим на панель слои, что у нас получилось, но и проявлю кисточкой эффект от этого экшена. И также обратите внимание, какое мыло у нас получилось. Проявляю кисточкой на 100% непрозрачности. Следом запускаю операцию из панели. И во-первых, конечно, вы видите, в слоях после работы операции из панели образовалась группа, а не один слой, как в случае с экшенами. И сейчас я разверну группу операции из панели, и вы сразу же увидите несоответствие. И более того, друзья, белой кисточкой по маскам я проявлю эффект от операции из панели. И мы сравним с вами, конечно, результаты, хотя невооруженным глазом видно, что здесь и сравнивать, в общем-то, нечего. И вы видите, да, насколько качественная и деликатная ретушь получается от операции из панели. И, конечно, близко не лежит то мыло, которое получилось от ворованных экшенов. И сейчас на ускорении сравним еще несколько операций и экшенов, да. И кругом, друзья, косяки, кругом экшены работают некорректно и коряво. Я могу вам показывать и каждый экшен, и в каждом, практически в каждом найдется какой-либо косяк. Да, конечно, мошенники продают свой продукт дешевле, чем стоят наши панели. Но все-таки, друзья, они его вам продают за ваши же деньги. Это непонятно что, но вы понимаете, что я имею в виду. И еще более, друзья, нам обидно и неприятно, что данный факт воровства очень сильно подкосил нашу репутацию. Ведь, согласитесь, можно же сделать вывод, что экшены созданы один в один, как уверяют мошенники с нашими панелями. А как вы могли убедиться, это далеко не так. Но я лично отвечаю за качество наших действий из панели и вообще за качество любого нашего продукта. А те, кто у нас их приобретали, я думаю, в этом убедились самолично. Еще раз, друзья, хочу вас предостеречь. Все наши продукты от фотостудии, от сайта фотостудия дизайн, от меня, от автора Марины Улановой, продаются только с нашего сайта. Никакие сторонние сайты, никакие сторонние люди нашими продуктами не торгуют и, в общем-то, не имеют на это права. Будьте осторожны и осмотрительны. Не ведитесь на всякое дерьмовое предложение. Но если все-таки кто-то решает уступить качеству и прельститься более дешевыми ценами, ну, что тут сказать, каждый выбирает по себе. Благодарю вас, друзья, за ваше внимание и вообще за вашу добрую поддержку. Всего вам самого доброго!